здравствуйте добро пожаловать на вторую лекцию по изучению программы topsolid 7 это дополнительная лекция из раздела установки в которой я хочу сказать несколько слов о базе данных и некоторых мали манипуляциях с ней итак начнем ранее я не раз упоминал о том что программа topsolid 7 построена на базе данных и работает совместно с SQL сервером но вам если не произойдет ничего критического что в моем опыте еще не было не придется иметь дело с SQL сервером потому что управление базой данных осуществляется прямо из программы и не является сложным конечно в базе данных много настроек но на текущий момент я считаю будет не информативно рассказывать обо всем сразу и я хочу рассказать о некоторых вещах которые могут иметь значение самом начале и коснуться еще пару моментов а в большом своем случае настройки сервера играют ключевую роль при работе с серверной версией базы данных topsolid в нашем случае у нас локальная версия база topsolid и здесь гораздо меньше требований настроек при работе с ней итак вернемся на экран сейчас по выглядит как так как мы видим при первом запуске программы после установки перед нами активно делал диалоговое окно и по названию нетрудно догадаться что это окно создания нового проекта набрав имя мы сможем создать этот проект соответственно но возникает вопрос где фактически физически будет находиться на компьютере файлы проекта ведь когда мы устанавливали программу то указывали только место установки программы но не указывали местоположением базы данных возможно мы подумали что база устанавливается туда же куда и сама программа но это не так файлы данных и файлы проектов разнесены и не имеют общих папок в диалоговом окне создания нового проекта фигурирует такое поле как хранилище но пока не понятно что это такое где она находится вот именно об этом я и сейчас хочу поговорить закроем диалоговое окно проекта чтобы перейти к настройкам базы данных чтобы попасть в меню базы данных переместимся в верхний левый угол программы значку topsolid 7 и нажав его мы получаем программное меню и нас в нем интересует подменю pdm и здесь здесь мы видим набор команд который относится к базе данных и сейчас нас интересует команда управления локальным сервером выбираем ее и при этом открывается уже знакомая нам по установке окно локального сервера но если эта программа уже была запущена то система может выдать вам предупреждение что эта программа уже запущена в этом случае вам необходимо системное меню около часов выбрать команду управления сервером тогда возникнет это же самая кошечка в окне обратимся к нижней части модуля да с полем под названием хранилище здесь мы видим одну строчку где указана имя и местоположение имя если вы заметили совпадает с тем именем хранилище которое было в окне нового проекта при есть физическое место хранения файлов базы данных давайте откроем эту папку на компьютере зайдем на диск c и зайдем по тому же адресу topsolid pdm вот мы здесь видим набор каких-то файлов это есть файлы базы данных в этих файлах содержится все базы которые мы установили при инсталляции topsolid файлы имеют длинные сложные названия так она всегда и будет при создании новых проектов и файлов скажу вам сразу что пытаться как-то менять содержимое этой папке копировать эти файлы пытаться сохранить их или что-то другие манипуляции очень опасно повреждение целостности базы грозит просто потери всех данных поэтому к этой папке нужно относиться осторожно соответственно никогда не менять ее и содержимое в ней потому что можно потерять как минимум часть данных поэтому любим любые копирования файлов или проектов все это осуществляется будет осуществляться только через программу методами команд которые непосредственно встроены в программу давайте вернемся в окно управления локальным сервером так что если нас не устраивает текущее местоположение базы просто потому что мы хотим использовать другой диск допустим да это самое популярное желание пользователя справа от окна мы видим три кнопки добавить изменить удалить они относятся как раз к изменению хранилища файлов базы данных и они имеют понятное назначение соответственно в нашем случае мы выбираем изменить здесь мы можем изменить и имя и местоположение файлов для базы данных давайте это и сделаем выберем допустим другой диск другой диск и на другом диске создадим прямо папочку с база допустим да и нажмем окей вот наше местоположение мы можем и твой нет тоже допустим база дни на чтобы иметь представление о том где физически находится наша база мы можем поставить и такую ремарку но это чисто ваше желание и так нажимаем окей и топсовет на предупреждает следует следующий пользователь были подключены это означает что у нас наша программа на топсовет на самом деле сейчас запущена методически пользуемся ну этой базы данных мы к ней подключены поэтому для того чтобы выполнить перенос файлов нам необходимо отключиться то есть закрыть программу поэтому сейчас я нажму отмена и закрою программу то есть топ соли при этом естественно модуль локального сервера у нас открыт и мы можем снова нажать окей в этом случае он нам видите это уже другое но он нас просто предупреждает что вы собираетесь видеть местоположение хранилища соответствую я продолжу то будет произведет перенос всех файлов это принципе ну да нам и нужно поэтому нажимаем ok и происходит перемещение файлов все перемещение закон закончилась и мы видим что в нашем хранилище поменялось и имя и местоположение файлов если мы сейчас зайдем в нашу папочку старую где у нас было на диске c мы увидим что здесь уже в принципе нету этой папочки то в свой день где хранились данные базы данных сервера да то есть этой папке уже не существует значит модуль управления базы данных он автоматически ее просто удалил таким образом у нас появилось новое местоположение нашей базы данных давайте снова обратимся к нижней части меню и кроме кнопочки изменить у нас есть кнопочка добавить эта кнопочка позволяет добавить новое месторасположение для хранения файлов в базы данных для примера создадим новое месторасположение допустим добавим какой-нибудь другой диск то и там создадим папочку допустим там не знаю а2 да вот такой диск и у нас там допустим будет база с пометкой каждого нас база на низкий к нажимаем ok и у нас создалось два местоположения чего это может понадобиться это может понадобиться банально для того что если на первом диске со временем у вас просто закончилось место да и допустим вас нет возможности копировать эту базу данных на другой диск просто потому что она очень большая то есть возможность продолжить работу со вторым местоположением вы добавляете допустим вы купили новый диск вставили в компьютер и вы добавили к базе данных новое местоположение и у вас появилось соответственно новый путь как им пользоваться пользоваться и на самом деле не проблематично если мы теперь запустим top solid и так если мы сейчас видим меню нового проекта и обратимся внимание к опять поле хранилища то мы уже видим здесь две метки этого хранилища вот они как раз и присутствует то что мы создали в модуле управления базы данных они на здесь присутствуют то есть мы создавая новый проект и мы можем выбирать как в каком месте он у нас будет храниться соответственно в случае когда место на диске d у нас заканчивается и мы это видим физически на компьютере да мы меняем метку база к и начинаем сохранять новые проекты на это соответственно в это хранилище они будут физически хранится на другом диске соответственно вот для чего нужны все эти хранилища они позволяют расширять особо вашу базу данных по мере необходимости и так что еще нужно знать о базе данных важная вещь это то как защитить данные от потери или от случайных событий связанных опять же с потерей данных для этого существует модуль сохранения бэкап он сохраняет всю базу данных в один файл после этого можно допустим перестанить систему или вообще сменить компьютер и потом восстановить базу получить обратно все проекты в том виде какими они были на момент создания бэкапа модуль управления бэкапом а по нашему создание резервных копий до осуществляется также из меню pdm да и называется он резервные копии соответственно если запущен сервер то в этом случае запуск модуля резервных копий также осуществляется из иконки управления локальным сервером и соответственно вот здесь это же команда и нажимая на команду мы запускаем модуль управления резервными копиями в начале первое использование у нас у вас выглядит вот таким образом местоположение не задано и это соответственно не позволяет работать с модулем резервных копий для того чтобы можно было что-то с ним сделать нужно указать папку поэтому указываем папку и после этого можно создать резервную копию есть два режима работы этого модуля можно создать backup вручную или можно сделать автоматическое планирование которое будет само в указанные дни и время осуществлять резервное копирование в данном случае просто нажав на кнопку сходить сейчас мы выполняем ручное резервное копирование как видите процедура это довольно простая и банальная вот возникает такое сообщение что резервное копирование успешно завершено и в здесь в списке после появляется строчка где указано что у нас есть вот такая-то архивная копия резервная копия базы данных выполнены в такое-то время давайте сейчас перейдем в папку которых мы указали папку резервных копий мы увидим здесь файл до который является отображением строчки в модуле резервных копий этот файл мы можем как угодно переносить в другое место например очень удобно хранить где-нибудь в облаке да все эти файлы чтобы иметь на случай критической ситуации архива баз данных в сохранности чтобы восстановить указанный backup достаточно просто вызвать меню на этой строчке можем либо удалить либо восстановить его если мы пытаемся восстановить то система вот нас здесь предупреждает что не дает восстановить базу данных так как подключен пользователь это опять же та же самая ситуация что у нас уже запущенный топ solid если мы его закроем то мы можем уже без проблем повторить эту операцию и ту базу на котором так что закопировали backup мы восстанавливаем как вы видите восстановление база данных так же как и создание резервной копии никаких проблем не составляет и вот по завершению восстановления топ solid выдает сообщение о том что восстановление успешно выполнено и как я и говорил видно что эти процедуры просты также данная система позволяет осуществлять автоматическое планирование для совершения архивации базы данных вы выбираете дни и время когда будет произведена должна быть произведена архивация и программа делает это за вас автоматическом режиме и это позволит вам в принципе не беспокоиться о проблеме потери данных вот это наверное минимально необходимая информация по обслуживанию баз данных которую необходимо знать и после этого можно переходить к изучению интерфейса программы спасибо за внимание увидимся на следующих лекциях